Жабенковскому сахарному заводу исполнилось 50 лет. За эти годы предприятие, построенное в 1963 году, пережило не одну реконструкцию и значительно выросло. Три года назад было завершено строительство комплекса бестарного хранения сахара. А в 2012 году Жабенковский сахарный завод был награжден дипломом второй степени в номинации конкурса «Лучший сахарный завод Таможенного союза». Сегодня руководство завода работает над увеличением производительности. В помощь накоплены опыт современной технологии, а также высокой квалификации персонала, способного решать сложные технические и экономические задачи. Завод проектировался и строился мощностью 3000 тонн переработки свеклой в сутки. Сегодня завод перерабатывает больше 8000 тонн уже в сутки. Прошли две модернизации, мы сейчас входим в очередную, в третью модернизацию, которая позволит вывести производительность завода до 10 тысяч тонн переработки свеклой в сутки. Мы хотим увеличить выпуск нашей сладкой продукции, которую мы сегодня уже продаем не только на территории Республики Беларусь, но и в другие страны в зарубежье. Россия, Казахстан, были поставки в Израиль, в Грецию, Прибалтика есть, поставки в Польшу были. И сделано за эти 50 лет очень много, а предстоит сделать еще очень много. И предприятие готово это сделать, коллектив готов выполнить эти задачи. Сегодня предприятие в рамках государственной программы развития сахарной промышленности стоит на пороге третьей модернизации. Поэтому наращивание производственных мощностей – основной вектор развития сахарного завода. Благодаря высоким темпам производства, единственное предприятие в Брестской области по переработке сахарной свеклы является валообразующим для жабинки. На его долю приходится около 60% всей валовой продукции города, которую знают и любят в 10 странах мира. Однако не секрет, что в основе любого успеха – труд людей. Ведь именно их руками, золотыми руками этих людей сделано все то, с чего они начинали. Ведь завод начинал с переработки в сутки 3 тысяч тонн, сейчас он уже перерабатывает в сутки более 8 тысяч тонн. И в этом как раз именно заслуга и руководителей, которые работали на этом предприятии, и самих людей. И самое прекрасное, что здесь есть семью с молодостью и опыта. Более 25% людей работает молодых, которые учатся у опытных. И самое главное, что и династия огромная здесь. Ведь есть семьи, которые работают на этом заводе по 5-6 человек. Поэтому действительно по этим всем направлениям завод нормально развивается. Он для нас очень важен, этот завод, весь коллектив для области. На праздничном мероприятии в адрес руководства, а также тружеников предприятия, прозвучали поздравления с юбилеем. Заслуженные специалисты, плодотворно трудившиеся на благо сахарного завода, были награждены почетными грамотами. У нас создана команда единомышленников, которая уже не первый год выполняет самые сложные задачи. У нас возникает множество вопросов и в производстве, и в продажах, и в создании нашего нового бренда. Но мы успешно с этим справляемся. И я думаю, все-таки секрет – это наши профессиональные кадры. Чтобы идти в ногу со временем, завод постоянно развивается. Появляются новые продукции, а также разрабатываются оригинальные технологии. Это позволяет Джабинковскому сахарному заводу оставаться одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности не только из велики Беларусь, но и стран СНГ. Кстати, в этом году Барановичевскому хлопчатобумажному заводу тоже исполнилось 50 лет. Губернатор региона Константин Сумар поздравил сотрудников предприятия и пожелал им успехов в следующем году. Хочу от души поздравить их с этим праздником. И самое главное – пожелать, чтобы та реконструкция, которая началась и проводится на Барановском объединении, вот по поручению нашего главы судра Старо Александра Говорича Лукаченко, очень проводила срок в графике, и чтобы этот коллектив, а который сегодня работает хорошо, стабильно и есть хорошие прибыли, чтобы этот коллектив в 2015 году закончил всю эту работу и дальше шагал уже семимильными шагами, потому что очень серьезные есть там подвижки и большое будущее. Я тоже поздравляю этот коллектив с их праздником и тоже хочу пожелать тоже мира им, добра, счастья, благополучия, здоровья всяческого, ну и всех с наступающим Новым Годом. Виктория Дрогобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.